Субтитры сделал DimaTorzok Он покупает какую-нибудь Жигули-помойку с жаждой легкой наживы Для того, чтобы ее починить и продать И мне позвонил Диджи, говорит Георгий Александрович, я купил замечательный автомобиль Мы заработаем на нем кучу денег Если починим, там просто беда с головой Я не знаю, я сейчас про машину это сказал или в принципе про нас Надо просто перекинуть голову, потому что голова треснула Ее шлифанули И соответственно здесь вот такие вот небольшие недосказанности То есть по заветам, как говорится, вал канала Так сказать, антифриз пошел в мотор вместе с маслом А мотор пошел нахер Собственно говоря, так оно и было Но дядя Ваня сделал очень рациональный ход Он приобрел новую головку блока цилиндров Ну как новую, другую А почему вы плоскость на ней не проверили? Ну там шлифануть, там опрессовать Забирал он Там все нормально, все четко Как ты это знаешь? Да, братаны сказали все четко Братаны сказали все четко После этих слов обычно, сука, начинаются проблемы Ну не суть Короче, наша задача Я сегодня выступаю в качестве консультанта Потому что дядя Ваня сказал Георгий Саныч, пожалуйста, приедь Покажи нам, что как Мы сами будем все крутить Сами все делать А ты просто говори, как что и показывай Первое Когда я все это вижу Бог с ним с мотором Хрен бы с ним Когда я вижу в совокупности этот автомобиль Хочется сказать одно Давайте выходим ее на улицу Возьмем канистру бензина И забудем об этом, как о страшном сне Идея хорошая Дядя Вань Но не нужная Ты ее купил за 30 тысяч рублей За 20 За 20? Да А мне хотел продать за 30, когда звонил Да Барыга, перекуп Но суть не в этом Товарищи Ну Какие у нас есть запчасти? Есть все Теоретически есть все А практически? Есть юридически Есть практически Ну есть все Карбюратор в Гольфе, прокладка куплена Прокладка куплена Башмак куплен? Не Почему? Так это же новый В 85-м был новый Ну Не спрашивай меня Он мастер Я в машинах не зуб ногой Ты сам знаешь Ты же барыга перекуп Забудьте вы этого Извините Ну на самом деле Это веселая серия То есть Я между прочим Автохимию продаю Блин И расходные материалы А это ваши истории Блять С Хашликинмайером Придуманные Чтобы меня потроллить Да тут в принципе И придумать И ничего не нужно Так Короче Ладно Короче Башмак этот остается Как скажете Значит Сокрепление Шпилька Крепуха Трамблера Где? О Тут Они бесконтактные Да Я понял А вопрос был другой Где крепуха? Давайте все выложим на полу Количество запчастей Потому что Кое-что нам потребуется Товарищи И вероятнее всего Придется бежать в магазин Ничего страшного Я тебе покажу Дорогой друг Смотри Вот мы нашли искомое А я дурак Перчаток не взял Так Это есть Хорошо Это есть Это есть А кстати Я же совсем забыл сказать Расскать надо Дело в том Что мы находимся В сервисе Самообслуживания И дядя Ваня Ради того Чтобы сэкономить Договорился С руководством Сервиса Самообслуживания Что мы оставим ссылочки На сервис Самообслуживания В описании Поэтому если вдруг Вы хотите приехать Починить свой автомобиль Вот это сервис То ссылочки Будут в описании Здесь очень заботливые люди Сами наденут на вас Перчатки Ну вот Я думаю Сейчас не та ситуация Чтобы плюнуть Понимаешь И я тебе могу сказать Больше Если все происходит Так сказать По определенного рода Внутрихимическим Мозговым действиям Которые потом Выделяют железы То плюнуть не надо Ооо Это паста Для чистки рук Вот это сервис Ну что товарищи Как говорится Приступим Серия будет Длинная Но сука ржачная Я не думаю Что здесь будут Какие-то интересные Технические составляющие Или лайфхаки Потому что Ну формально Формально Эту машину На разборки То вряд ли возьмут Но Тем не менее Как говорится Работаем с тем Что работаем Дядя Ваня Вообще Контентмейкер От бога Даже садиться Страшно Ну кто-то Перед продажей Натер Да Прям чётенько Шик Шоу Начинается Настроение у меня Хорошее Гыль Навернулся И я не знаю Сколько раз Он ещё заведётся Потому что Навернулась От блю А там Ограничение По пробегу И соответственно Определённое количество Поворотов руля Сколько я не помню Короче Поэтому Если я сегодня Ещё и до дома Дойду на Голи Будет вообще хорошо Ну все подробности Есть в Телеграме Переходите Всё будет видно Там раньше всего Всё происходит В режиме онлайн А серия-то Зачастую Позже Продолжаем Ну ладно Шутки с шутками Но давайте Добавим капельку Серьёзности А почём Башка Нынче На Жигуле Мы взяли За 3 рубля За 3 тысячи Вы её взяли Ну это по-братски Я не знаю Дорого это или не дорого Восемь на разборке Восемь на разборке Восемь на разборке Наверное вообще Стоит за Жигу Сколько В 17-20 Инфляция Дорогой друг Инфляция Так как мы Можно за 10 Но вернуть свой Как Чего Серьёзно Вы снимаете свой мотор Конченный На разборку Сдаёте его И вам дают Нормальный За 10 Интересно А сколько до этого Вот подобного рода Схема сработала С другими Очаровательными Я думаю До хрена Думаю И один и тот же Мотор Это точно чёткий Внимание Вопрос товарищам Ну в равной степени Подписчикам тоже И дяде Ване Какой будем ставить Натяжитель Здесь стоит Механический А там стоит По-моему А вон он Вот он Вон он стоит Где стоит А во-во-во-во Да Иди вот Стоковый Гидравлический Какой натяжитель Будем ставить А какой лучше А какой тебе хочешь Я думаю гидравлический О как А я в душе не чаю А кстати Да И здесь уже Соответственно Поскольку у нас Огромнейшая выработка На башмаке Просто гигантская выработка На башмаке Здесь уже Нафигачили Кто-то трубку Потому что Выхода его Не хватало А сколько стоит Башмак Башмак Да не дорого стоит Ну что-то такое Движка Да Башмак Будем менять? Ну я думаю Что да Надо лобовину снимать Кого снимать? Лобовину двигателя Тогда не будем Да У нас есть кому снимать Кому снимать у нас есть Мы тогда отсюда не уедем Ну пожалуйста Сломался Короче пацаны Решайте Значит я осуществляю Исключительно Творческую Братцы А вы слышали К нам тут новинка Подъехала Новый ГАК GS8-2 Между прочим Компания ГАК По части двигателя Ни в коем случае Не копирует Аналоги А занимается Собственной Уникальной Разработкой моторов Первое ГАК не экономит На производстве Поэтому блок Чугунный Это очень важно Как запарил Этот алюминий С некосилом Инновационная система Охлаждения поршня А экономию топлива Обеспечивает Система управления Горением GCCS И выпускной клапан С электромагнитным Управлением А двухканальный Турбонагнетатель Вы по достоинству Оцените На тест драйве Итак основные плюсы Восьмиступенчатая коробка Айсин Чугунный блок Оцинкованный кузов Все для того Чтобы машина Прослужила Долгие годы Для комфорта И тишины Установлена надежная Бесшумная цепь Борг Варнер Светодионные Адаптивные Матричные фары ГАК Позволяют Комфортно Передвигаться В любую погоду В любое время суток При этом Имеют один из Самых больших Сроков службы И невысокую цену А фары то у нас Нынче знаете Сколько стоят Уш На немецкую то технику Настроенная Специалистами ГАК Коробка передач Айсин Позволяет ехать Экономично За счет сокращения Потерь И в любой момент Можно ускориться И использовать Автомобиль На всю мощность Теперь о безопасности Все системы Автомобиля ГАК GS8-2 Были откалиброваны И проверены Ведущими Европейскими Специалистами Система ESP Bosch 9-3 На автомобиле ГАК Помогает Только как Помощник Если вы хотите Управлять Автомобилем Сами Она не будет Опасно Ограничивать Тягу А будет Помогать Вписаться В поворот Система помощи При прохождении Поворотов Называется АВДЦ И имеет 16 режимов С ее помощью Вы можете Пройти Трек Лучше Чем Профессиональный Гонщик Интеллектуальная Система Освещения Регулируемый Рабочий Объем Системы Кондиционирования В разных Условиях И еще Множество Инноваций Опередивших Европейские Модели Доступно Все это В новом ГАК GS8-2 Так чего же Вы ждете Просто Либо по QR-коду Либо по ссылке В описании Запишитесь У ближайшего Дилера Нет Тест Драйв ГАК GS8-2 И ощути Новое поколение Превосходства Техническая Экспертная Система Совсем Ему хана Ему кранты Работать будет И на этом Сколько проработает Я не знаю Плюс ко всему Мы еще не знаем Что с блоком Двигателя Работало Все идеально Я на ней ездил Буквально Две недели назад Что ты врешь Ты серьезно Не ездил А то есть Подожди И ты продал Ваню за 20 Не-не-не Это моего знакомого Это моего знакомого Он продал Потому что Она сломалась Да там все сложно Короче Он там У своего кореша Купил Потому что Она сломалась Мне позвонил Говорит Есть нормальная Шестерка Кузов Шмуза Все в порядке Давай только Мотора нет Соответственно Все Мотор Шмот Мы там Все решили Все Мляха Давайте ее Поднимем Нет Давайте потом Укусов Ты нормальный Чуть-чуть Только Значит Товарищи Смотрите У нас Во-первых Свободная страна Поэтому Правила принятия решения Исключительно за вами Соответственно Чтобы поменять башмак Надо снять лобовину Это первое Значит Можете его менять Можете не менять Соответственно Ну Понятно Шкив менять Если снимаем шкив Соответственно Еще и сальничек Надо будет Поменять На передней крышке Прокладка Герметик Все дела Прокладки есть Герметик Тоже Ну Тогда Чего же Мы ждем Ну Тогда Поедем Купим Башмак Тогда И сальник Правильно Понимаешь Ну Сначала Надо Разобрать Потом Посмотреть Я Уверю Я Уверяю Это Будет Еще Много Всего Да А Болты Головки Блока Новые Будут Дядя Вань Я Говорю Болты Головки Блока Новые Будут Это Вытянутые Уже Считается Ты думаешь Этим Карачун Как говорит Гараж 54 Нет Мы Из Каких Будем Отталкиваться Из технических Составляющих Или Перекупских Перекупских Конечно Можно Не Менять Нравится По Перекупской Можно Не Менять Так Что Сразу Начинали Вы Спросили Как Надо Как Не Надо Ну Все Тогда Чистим Привалочные Плоскости Здесь Прокладку Содрать У У Ни Есть Еще Один Маленький Вопрос Товарищи Вы Клапана Проверяли Здесь Нет Сейчас Проверим Как Вы Будете Их Проверять Зальем Жидкость Правильно Вот Красавчик Говоришь Ничего Не Знает Все Знает Он Да Я Нет Он Да Я Нет У Тебя Есть Свой Механик Блин Мы Эту Жигу На Двое Купили Мой Механик А Возьмите Меня В долю Хотя Нет Я Не Хочу Дороже Выйдет Гаечный Ключ Себе Дай О Где Свет Мне Кажется Погас Сука Я такого Никогда Не видел Да Пожалуйста Пожалуйста Он Слишком Быстро Испаряется Или Они Протекают Потому Что Ты сразу Не Сказал Между Бручим В некоторых Сервисах Так Машины И Чинят Ну Давайте Лайк Поставим Этому Видосу И Там Опять же Шапки Худи Независимые Эксперты На сайте Блогершоп Редкий Случай Диджей Даже Купил Как Не похоже На тебя Это Но Тем не менее Худи Еще Есть Шапки Есть Все Ссылочка В Описании Блогершоп Точка Нет Не Верьте Ему Я Все Всегда Сам Сам Что Ну Я не Скупердя Я имею ввиду Нет 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 Все Диджей Скупердя В одном Предложении Конечно Нет Просто В кавычки Надо Взять Фразу Люблю Читать Книги Оттуда Таких Причастных Оборотов Можно Набраться Надеюсь Блогершоп Блогершоп Походу Делая Нормальная Плоскость Ну Я могу Сказать Так Другой Нет Ну По крайней Мере Тут Нет Ни Остатков Прокладки Ничего Долго Расстояло Без головы Что Такое Ржавое Это Все Да Это Очень Нечисимая Химия Максим А вот Чистить Не Будем Да Скаж Чистить Конечно Хотелось бы Знаешь Ну что Будем Мир Коррозии Так Надо Конечно Почистить Все Так Привалочная Плоскость Что У нас С клапанами Ну Походит Походит Если Башка Не Кривая То Походит А Скорее Сво И Башка Ну Есть Немножко Пропускают Блять Змачев Вы Хотели Все С Помойки Надо Успокоитель Прям Реально А Не Нет Уже Есть Немножко Но Лучше Чем Тот Ну Вот Работать Будет Насколько Долго Не знаю Пока Антифриз Не Нальем На На Наш Лег Хватит М Че Мало Брат Ты себе Намерил Совсем Ты о своем Веке Не думаешь Ну Я Какая Мана Короче Все нормально Шик Чувак Который на ней ездил Столько бабла В нее положил Да Куда Смотри Диски Диски Новые Подвеска Какие Вот эти диски Он новый Прям Покупал С магазина Да ты Что И резину И Потратился Чувак Там Рулевые машинки Всякие Рулевые машинки Да Действительно Вижу Прям Меня Меня вот это интересует А теперь скажите Как у вас на фольксвагене Сука на табуреге Цепь вытянулась И он бренчит Вот это я понимаю Просто Я не знаю Здесь хоть звенья убивай Но мы же не будем цепь менять Да Конечно нет Капец Ну понятно почему На натяжителе такая хрень Цепь реально Что я сделал Ничего страшного Достанем Беды не будет Чистите Можно да Да Будьте любезны Я думаю что еще Ханинганем Ничего Из хороших новостей У меня в машине были перчатки Это большой плюс Второй большой плюс Сегодня мы подчекаем Гайковер Трантек Офигительная штука Специально взял Подчекать А здесь все стихийно продолжается Ну что ж Выглядит чище Плоскость выглядит кривой Проблем не вижу А где прокладка кстати Вот здесь А вот это О Идеально А еще дешевле не было Это был единственный комплект Отвечаю Единственный Мотор троечный Единственный комплект нашли Слушайте ну может Ну ладно И они его искали Не знаю На минут 40 Паранитовая Я знаешь когда Последний раз Такую прокладку Прикручивал На газик 69 А где кстати Впускной коллектор Будьте любезны Я так сказать хочу Впускной коллектор Посмотреть Там Кирюха Сейчас принесет Все посмотришь На вкус Ну вот Я прошу прощения Добой пожалуйста Можете отойти Я извиняюсь Ой А где Я не знаю Мошенники задолбали меня уже Мошенники задолбали Да Вот это конечно Походос Мошенники задолбали Перекупа Это мем Можно стоп кадр сделать Блин Меня сейчас расстроил Почему Нет в принципе Нет На самом деле Я могу сказать одно Это работает так же Как и выглядит То есть как бы Здесь тяжело спорить Просто А тяги остались Вообще Сохранились на карбюратор Это же да Конечно Так Подсос Это я вижу Это я вижу Карбюратор Много раз пытались Разобрать и починить Не всегда Видимо Это было удачно Ёпт Он кривой Он реально все равно кривой Вытянутый А почему Потому что Тут все Отнутри слизан На саморезы Уже была прикручена Кастрюля Там просто Кастрюля На саморезы Да Не надо на меня смотреть Этого не видел Это не ядер Я увидел Вот все Конечно Я потом уже увидел Все Кастрюля на саморезы Такого даже Я не видел Ладно В принципе Да Уже куда Куда уже Мы будем ее поднимать Да Да Конечно Когда А можешь еще поднимать И сливать оттуда масло Кстати И антифриз С маслом В перемешку Ааа Там же была Причина-средственная Слушай Нифига себе Она очищает Реально Подождите Подождите А вы не слили Ни масло Ни масла Ни масла Мы же не первые Кто ее пытался Ремонтировать Это видно Это видно Как подожди Мы тут сейчас За кадром Разговаривали Как ты видишь Чья машина? Машина Брата моего Барбера Машина Брата моего Барбера Мы так и назовем Эту замечательную Серию Серию Машина Брата моего Барбера Ишь Ишь Пушка Кстати Старая прокладка Тачка Пух Да Конечно О О Да по большому счету Даже если эту штуку поставить Работать будет Даже распредвал вращается Думаю Что диджи отмоет И продаст Я очень хочу Ее снизу посмотреть И 800 тысяч Зрителей тоже На самом деле Если бы ты видел Что здесь было До того Как мы там Залили Это все Это было просто Вообще крах А что изменилось? Ну здесь Хотя бы сейчас Стали чистые Поршня Чистые Здесь Чтоб ты понимала Здесь было ржавчина Но она и до сих пор Еще там Не вновь Да Но здесь еще Помимо всего Там еще был Слой кокса Блин Лечить Чем вот здесь Перед смертью Больной Хорошо Потел Я честно говоря Не очень представляю Как диджи будет продавать Этот замечательный автомобиль Чтобы на нем заработать Но Я уверен Что у наших Очарительных подписчиков И зрителей Все таки По большей части Автомобили нормальные И естественно Рано или поздно Каждый из вас Хочет его продать И продать выгодно А помочь в этом Могут новые фишки Тарифов От авито Для бизнеса В тарифе максимально Есть огромное количество Полезных фишек Рассылка по избранным И более того У вас есть возможность Догнать клиента И предложить ему скидку Если он ранее Лайкнул Или подписался На ваше объявление Обратная связь Работает на урак Конверсия Еще немаловажный инструмент Скрытие конкурентов Из рекомендаций Угу И кроме того Помимо фото Можно делать еще и Видео объявления Как вы понимаете Это привлекает Гораздо больше Потенциальных клиентов Но и это еще не все Можно свой профиль Украсить баннерным Логотипом И создать уникальную ссылку Именно на ваш профиль Формально У вас получается Настоящий сайт Еще одна важная фишка Это приоритетная Служба поддержки Все ваши вопросы Будут попадать В отдельную очередь И естественно Отвечать вам будут Гораздо быстрее Вообще-то У меня уже есть Тариф максимальный И я вот сейчас думаю Сказать об этом Диджи Или не надо Потому что там Все действительно просто Заходим Подключаем Загружаем фотографии Видео И ждем покупателей А покупатели Мою Ох Как нужны Ссылочка будет в описании Кому интересно Можно Пожалуйста Вас попросить Более горизонтальное положение Вот так вот Подержите пожалуйста Косяков Пауза по Станиславскому Сейчас такие нам комментарии пишутся По большому счету Это все понятно Можно им ставить Две прокладки И нормально И 76-й бензин Да? Ну да Какой бред Ну какая и есть Блин Георгий Александрович Блядь Если это заработает Это будет чудо Не надо материться Извините пожалуйста Заработай Можно я режиссер Что я могу сказать Натяжитель Откручивайте Откручивайте Шестерню Так Кирюха давай Что ты Работай давай За что тебе деньги платят Начальник А ты ему деньги платишь? Нет конечно А я уже был Обрадовался Мне тоже что-нибудь перепадет Нет да Что там Ты сам уж крутить Или что? Почему ты такой Сразу что-то перепадет Я могу сделать глазки Как у котика И Шерека Не надо Ну да Ну что это не повлияет Ты же не женщина Ладно Все Тачку то будем поднимать Нет? Да-да-да Так Что надо еще открыть Шестерню 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 Ну конечно Шестерню С распредвала Как-то мне кажется В этом видео Будет много пауз По Станиславскому Сколько? 3000 рублей? Угу Переплатили Да я боюсь Нам на разборке Тоже самое бы отдали За 7 Да я слышал Там очень хорошо Система трейдин По замене двигателя Переверни Что с валом Что с валом Смотрим на кулачки Внимательно Смотрим на кулачки На кулачки Да не Кстати Слушай Неплохо Ну как Неплохо Это очевидно Так он лифтит Не лифтит в постели Попробую туда-сюда Вверх-вниз Ну так На троечку Это до свидания Вырубал Ну вот Смотри Это осевой А ты имеешь Что это самое Я имею ввиду Под масляный разор Хотя что я себя обманываю Зачем мне все это нужно Закира Ну так да Вот эту шпильку Надо Накрывать Это важно Нет? Нет Да-да-да-да Все хорошо Хорошо Я не знаю Во мне во всяком случае Кажется проснулся сейчас Азарт Нет Она не кривая Она не кривая А почему ты И выкрутил Если она не кривая Тебе показалось Что она кривая Мне показалось Потому что Вот эта штука Когда была одета Не помню Как она называется Постели распредвала Да Ну Ну она как-то была Вот здесь И вот немножечко Сюда Ну в бок уходила Ну потому что Сама постель криво стояла Да Шпильку можно Намесанная Да Будьте любезны Со шпилькой лучше Чем без нее Давайте пока К ней не будем подходить Да Так она многоцветная Хамелеон Братцы Не-не-не Стой-стой-стой Она сейчас Съебнется К чертовой матери Ну куда ты подошла Опускай ее Нахер Стой Подними Стопора Господи Дерни За красную штуку Ты зачем Под реактивной тяге Подставил А я не подставлял Под реактивной тяге А подо что Ты подставлял Вот там вот Видишь Бабушка такая Я просто Несколько Несколько Туда Я на замешу Вот про На наш век Хватит Я бы на том месте Такого больше не говорил Ну и даже Бог нам Парничка Среда Формирует сознание Кого выбрал Я по себе Уже Тежечко Чувствую Какие-то изменения Все ради вас Уважаемые наши подписчики Но я Твою мать Я надеюсь Что ты есть Потому что Поддомхатников Уже давно нету Блять Мне очень страшно Если бы мы знали Что это такое Но мы не знаем Что это такое Блять Я ее 3 недели назад поднимал Где ты ее поднимал? В серваке В другом Тебе нужно В лотерею Играть Реально Ты очень Удачливый человек Скажите пожалуйста А часто К вам В сервис Самообслуживание Диджи приезжает Видно Видно Что не часто Расстояние Она разлетится Логика Все-таки Законы физики Никто не отменял Согласен Так Выйди из нее Блять Кирилл Давай Выйди пожалуйста Из-под машины Блять Да ничего не случится Вот Много раз Я такое слышал Так Что ты блять Конечно Да что Она опять На реактивной тяге Здесь висит Так Ну это мы видели Так Это мы тоже видели Я уже поднимал ее Все нормально Да я вижу Слушайте нет Ну надо ее Переподнять Потому что я сейчас Не буду под нее С таким раскладом Заходить вообще Это просто нереально И на самом деле Никого из вас Братцы Точно не пущу Что называется Как старшие По званию Троллинг Шутки Юмор Это все конечно Очень хорошо Стопор Второй Второй стопор Но Как бы Член на вредительство Не нужно Допускать Ей кранты А ее просто нет Ну да Офигенский кузов Денег много вложено Мы тысяч за пятнадцать Ее сдадим Металлолом Да похер Вообще Так может быть Сразу Слушай Ну взялись Уже Да По старой схеме Сейчас Вкинем еще денег Миллион Тыр тыр А потом За шестьдесят Никто не купит Понимаешь Ну будет Кирюху на ней ездить Недолго Будет у него Подменная тачка Недолго Он сможет на ней ездить Напишите Что вы думаете Вот давайте Какой-то диспут В комментариях Вступим Потому что Я тут уже заряжаю Гейковерт Скоро будем проверять Кому интересно Ссылочка будет в описании Офигенский Сумочка Башка Сегодня будет первый тест Ну так определенно Лучше Ну в принципе Даже с моторой Ничего не течет Это хорошо А сцепление работает? Да Было Что было? Работало? Да Это в прошедшем времени Сейчас было Смотри Подвеска тянула Просто пушка Идеально Мне кажется Это лучшая подвеска Которую я когда-либо видел Да Пробка Пробка А фильтр купили масляный? Вы лучшие Вы лучшие Какой он там? Он красивый Шикарного бренда Шикарного бренда Представляю Ладно На самом деле Я думал Может Проще двигатель поменять А с другой стороны Учитывая Какое тут все Можно и не менять В принципе Можно вообще Ничего не делать Но Болты надо качественно протереть Продуть и безжирить Это я делаю не первый раз Прекрасно Прекрасно Имеет достаточно Плотную консистенцию Масло Жижи Грязи Бобитовых отложений И прочего Я не знаю Видно на камере Что блестит Или не видно Но ничего страшного Надеюсь В радиаторе Не то же самое Нет Система охлаждения Вроде бы была бы и нет Система охлаждения Вроде была бы и нет Это Болты ГБЦ Не Я думаю Что держать-то будет На ржавчину надо убрать Да 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 Нет Да Ну очень надо Правда Процесс идет Так товарищи Смотрите Перед тем Как мы Продолжим Наш фестиваль Неадекватности Значит Нужно все вещи С той головы Прикрутить Сразу сюда Чтобы к машине Ее привернуть Уже В собранном состоянии Это сильно наш Наши Облегчит Может быть Страдания Но это не точно Ровно как и Недостающие шпильки В том числе Которые крепят коллектора Это важно Поэтому с этой башки Мы отворачиваем Как минимум Значит Фланец На прокладку На герметик Герметик есть? Герметик И прокладка Все есть Шпильки эти Перевернуть сюда И потом еще Трубку на печку Вот эту Надо отвернуть Ну короче Все недостающие шпильки Надо все перекрутить Чтобы просто Это наш пак Затянуть Звезду Бах И Померим компрессию Да Полная безопасность Ты лучший А нужно еще Наверное зачистить Посадочные всякие Ты учишься на глазах Я пойду Дочищу пол Будьте любезны Слушай А болты на классику Так дорого стоят Мне просто интересно Что? Сколько болты стоят ГБЦ на классику Рублей 200 Ну и Ну и Ну и 200 за болтая 200-250 Это не по бюджету Чисти типа почистили да так шпильку сюда идеально а можно было сразу в сборе башку купить да они все такие да какие такие то я не в жизни не поверю что на помойке нет нормальной головы на классе просто в жизни не поверю это ж не бином гетона это странный восемькнов о хруповик отлично спасибо вам огромное вот что значит директор зачем накручиваешь там как тебе не могу гайку открутить затянулась есть какая-нибудь наждачная бумага решение такое надо надо фланец подровнять вообще как карандаш но как бы он не будет держать ничего почему ну потому что он неполоский прокладка герметик а тогда вопрос нет проблем у нас хороший герметик не сомневаюсь это должен быть лучший герметик мне все еще интересно а вам но не покидает меня эта идея по электричеству ну да ладно во всяком случае смотрите я оп и что-то уже починил это видимо на клапан электромагнитный так иван вячеславович смотри вот эти резьбы нам нужно промыть обезжирить продуть чтобы там не было ни в коем случае ничего не капли масла не грязи ничего иначе мы будем вкручивать будет страшная сила и треснет блок нам этого не нужно поэтому все это продуть промыть обезжирить и скоро будем прикручивать голову так как у вас динамика много чего герметика ничего страшного он же красный красного герметика не может быть много я думаю здесь уже сильно ничего не изменится это вы конечно сейчас делаете зря почему а потому что мы натяжитель цепи будем ставить потом это натяжитель цепи да это именно он а вот сюда обязательно надо здесь побольше да там я просто еще вижу прокладочки я ходил потом буду вытирать все зато не потечет мне все нравится он сколько там говнище все должно быть чистые вымыто иначе будет беда ну она в принципе и так будет ну хоть что-то господи надо сделать птхх сюда он дерьмище будет ничего страшного это дерьмище льется в дерьмище никаких трудностей это система смазки диджи ну все равно я продую систему смазки ну туда я во все отверстия дуну блин шик ну и шапки так еще важные нюансы давайте в принципе посмотрим у нас на торгу мотор вращается или нет вращается ты сильно так не вращающий сцепь зажует давай давай крути крути еще да 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 а подержи одной рукой цепь другой ну покрути потому что я хочу посмотреть мотор не стучит ты когда добавим ты дойдешь остановить подожди не торопись еще не доход не доход так ну ладно шутуны вроде не гнутый дальше осторожно степи стой ну да плюс минус поставьте все в одинаковое положение вот так вот будем пробовать все нормально ну вроде где-то что-то иван ячиславович коль скоро мы все ближе и ближе к тому чтобы произнести фразу которую так любил говорить волонт наденьте голову у меня к вам вопрос как у моториста к мотористу а где направляшки скажи мне пожалуйста потому что здесь их должно быть две одна вот здесь а вторая вот здесь здесь их нет и в голове их тоже нет ни одной ни второй поэтому есть они смотрим вон стол кучу потому что если их нет без них собирать двигатель все равно что самому себя чпокать ну я могу сказать что как-то их не ищи их здесь нет короче когда точили в голову обычно перед тем как голову в проточку их снимают и кладут куда-нибудь где их не потерять я нашел что-то более ровный чем линейка шампур шампуром плоскость мы еще не мерили так почему бы этим не заняться тимур дмитриевич ты мой спаситель я вас искренне благодарю теперь у меня появился появилось еще несколько шансов на то чтобы завести двигатель это приятно мы починяем автомобиль друга брата его барбера подчиняем автомобиль друга брата его барбера это диджи перекупцы схемы диджи 2 опричник поехал за направляшками магазин оказалась редкость поехал в другой вечер пробки обещал бы через час у вас есть шампур меряем плоскость я пойду мне сейчас грех его за это судить я б дам так же поступил так ну вроде ничего лучше бы шашлыки делали что нет ничего но шампур ровный идеально а плоскость как линейка то есть она хуже чем шампур но лучше чем распределенное пространство я понял там он сейчас уехал на направляшка не сказал что они там машинка новая да это неважно там лонжероны просто шатаются машинка новая рулевая но если поднять машину там виду что шатаются лонжероны они сгнили на хер поэтому так это не машинка это лонжерон отлично да черт побери прекрасно во всяком случае теперь у меня есть аутеля значит сможем сбросить ошибки поэт брю и еще раз запуститься и поехать какой болт то вообще подтянутый вытянутый но мне так сказать удалось используя магию убеждения говорит что болт сломается и останется в блоке иван вич лавыч раскошелился на новые болты это не может не радовать но все же бюджет увеличивается кирилл дмитриевич вы олигарх викторич викторич благодарю вас дайте мне направляющие товарищи несите несите прокладку чего же вы ждете чего же вы ждете я уже заколебался тут сидеть прокладка здесь а если нас кияночка молоточек такой не железная деревянники ну что ж тогда несите железный какого хера давайте давайте в рации нет трещоточкой точно не надо давайте лучшим шампуром тогда коль скоро ну технологически это не совсем правильно нам же же плохо ничего страшного я во первых не все буквы выговариваю когда говорю это слово это первое а во вторых это обосновано сюжетом а не просто так для каждого хитрого словца прокладку и голову надеваем голову у меня вопрос а какого года это ведрище тут еще реле регулятор старого образца эта машина младше меня на два года а можно глаголами 85 так здесь вроде метка господа наденем голову так дядя ваня иди держи камеру мы сейчас кирюха и и как придут доним обратно в автомобиль то сейчас главное цепь не уронить потом устанем ее доставать так дорогой друг оп ближе 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 осторожно пальцы руки ноги мои мне дорогие руки ноги пальцы башмак подожди до башмака башмак мы попадем чуть позже сейчас сейчас мы протащим цепь какая она не стоячая милая так стоям цепи я держу тихо тихо так там надо попасть в коллектор так башмак опускай опускай кошку опускай аккуратно аккуратно хорошо идем хорошо в коллектор попадаем газ попали в коллектор шпитками попали направляшки направляшки попали так что-то как-то неверно стоит потому что она кривая держи цепь чтобы она не выпала неверно стоит потому что она несколько кривая дайте пожалуйста болт кривая прокладка же все исправит так давайте подвяжем есть проволок цепь подвязать вот лучше все болты пихаем тянем гбц так ну что ж братцы приступим так первый проход 33 41 дядя вань ставь на 40 да тут только 60 да ну ничего страшного пускай будет 60 все равно такое чувство что мы сейчас учебник по сопромату либо сожгли на алтаре либо отнесли в туалет чтобы использовать его в принципе не по назначению будьте любезны вы затягивали поэтому вы знаете первый второй третий четвертый пятый шестой ну и далее по тексту тянем до щелчка выдвините поставь подлиннее да зачем смотрите видите логика начинает в действии видимо не все страницы а нет это другое это на логику это другое учебник да да учебник по логике да есть такой да не знал что ли очень интересно до щелчка кирюх ну 60 ньютонов это не то чтобы это нормально то есть ты можешь смело тянуть а пока не щелкнет пока держи за ручку о щелкнул да второй до дальше третий четвертый пятый шестой ну конечно я же говорил наживите хорошо было ну конечно бошку то немножко притянули она же кривая она сейчас выпрямляется как страничка в туалете по учебнику сампромата да 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 какой же все таки сейчас испытывать нагрузку наш как усталость металла слова этого не побоюсь измученность ты переживаешь ну что щи до щелчка вам было все отлично давай 3 да 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 так долго или коротко но мы двигаемся семимильными шагами на всякий случай сразу туда наденем на коллектор это на вакуум на вакуум там на коллектор опа чё там фильтры покажи даже не полилось все не так плохо потому что если мы посмотрим вот сюда то такое чувство что в бачок кто-то блевал прям действительно вот полное ощущение не знаю на камере видно или нет но такое чувство что в бачок расширительный реально кто-то а ты не видел тасол был блевал синий тасол был синий видимо и человек был синий кто блевал в этот бачок ладно может быть там это блюдо сегодня для меня больная тема ничего страшного это пройдет так это и есть болтик вот это тоже поднаживим очень хорошо очень хорошо что стружки нет сейчас будем тянуть второй раз ну по большому счету я думаю что где-то сейчас уже есть 33 так прошло минут 10 15 иван вячеславович второй заход 120 я выставил будьте любезны тянем и вот сейчас будет самый такой ответственный момент но при всем при том поскольку здесь блок чугунный болты у нас новые здесь я немножко попробовал 120 я один попробовал затянуть да 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 все хорошо теперь 2 и вот сейчас будет самый таких ответственные моменты но значит так на тоненького тянешь и думаешь сорвет не сорвет до того момента пока не щелкнет динамик это же так а есть но это еще ничего а вот передний болт коленвала шкива коленвал на боевая все 400 ньютонов тянется вот там вообще весело переживаешь 120 120 тяни тяни тут либо пан либо пропал есть я думаю что это удача или потому что болты новые взяли потому что типа точно вздыхнули там парочка вытянутых так поросенок шестеренки у нас там есть насечка вернее шлицы давайте поставим трамблер хотя бы будет нам счастье и будем ставить постельку с распредом так первый цилиндр у нас где первый цилиндр первый цилиндр вот показ поедру мы убираем первый цилиндр так прокладочка есть удивительно у нас даже есть прокладочка у нас здесь даже есть новая прекрасный выбор остаемся да тут это не так важно все равно все черт его мать он оставлю то хорошо крутить добули жался и гонок на 1 так что можно было его крутить здесь нормально здесь нормально так все отлично так площадку болт прекрасный а вот так это да здесь ну с другой стороны почему бы и нет господа мы можем устанавливать распределительный вал в принципе с постелью прекрасный выбор а стояга стой 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 да я посмотрю как он стоит это у нас сейчас будет как на надежде где-то кто-то когда-то мотор собирал подержи 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 метка шестерня шестерня метка вот так мне нравится я бы сказал идеально во всяком случае у нас мотор в мт и таким образом мы с вами избавимся вот ненужных нам подержите провода вот эти вот все провода которые прикручиваем раз два три четыре пять шесть семь восемь в общем и целом получилось по заводскому так здесь в метке колено в метке натяжитель я взвел ставим прокладку мажем герметиком устанавливаем и когда его прикрутим отпускаем вот это вот на 13 он стрельнет у нас как у Васи РНД есть собаки Вася привет я теперь тебя понимаю продолжаем занимайтесь понял мы в шаге от дрыни или от катастрофы надо масло кстати налить уже пора так маслица плеснули давай отстреливай натяжитель есть боже мой какая красота здесь меточка здесь первый цилиндр там на колени меточка затягивает он? нет пока не затягивает так оставь давайте повращаем двигатель момент настал я пока предлагаю это делать без стартера может случиться метаморфоза дело в том что ввиду последствия удара наши геометрические пропорции кузова несколько нарушились и теперь этот ключ сюда не подлезает потому что был удар так ну поэтому либо берем просто накидной ключ на 36 я его где-то видел либо снимаем радиаторы либо занимаемся кузовными работами ну я думаю ответ очевиден берем ключ на 36 нет обычный обычный ключ рожковый на 36 это же частый предмет в гараже шапки независимый эксперт и худи есть с вышивкой есть с принтом как у дяди Вани на сайте блогершоп минуточка божественной интеграции пока они ищут ключ очи с собой все верно момент истины о так поросеночек поросит так ну нам нужно сделать несколько оборотов чтобы убедиться все ли системы и механизмы так сказать вошли в зацепление и имеют свое вращение бегунок крутится бегунок крутится это очень большой плюс в принципе тут и все остальное сейчас посмотрим будут ли открываться клапана и так далее и тому подобное поджато не поджато регулировать их не регулировать вообще конечно надо но мы же работаем на удачу поэтому какой смысл что отрегулировано время каким образом временем все прихлопилось притрется ну ключ-то идеальный рожковый то что надо какого года ключ такого же машины в целом ну без него нам сейчас было бы гораздо хуже все нормально все вращается ставим аккумулятор наш быстросъем я сразу направлю его в карбюратор здесь в принципе тоже все вроде как бы работает но я надеюсь что если тачка заработает она поедет этот хобот спрыгнет прямо все топливо пойдет на раскаленный коллектор и мы положим эту тачку на алтарь жадности принесем ее в жертву попробуем покрутить надеюсь аккумулятор целый давай стартером давай о топливо идет это хорошо крутится очень хорошо ну теперь проверим компрессию давай стой давай стой давай стой давай отлично а теперь проверим искру свечки какие-то какие мощные мы же не будем новые покупать не так и думал ну что ж это прекрасно у меня вопрос а тебя током еще не било давай ты искру проверишь нет почему блин я потом это обещаю о а ты что я знал что вам понадобится ты же мой герой вот Тимур Дмитриевич нас никогда не бросит потому что аккумулятор-то конченный хочешь искру проверить нет да что вы за люди такие давай я камеру подержу нет же не надо ох какой ты вращайте барабан стой искра есть все вкручиваем свечи пробуем запускать нести давай крути это ведро о давай давай ну что за говно все нормально что-то работает давайте клапанную крышку закроем дальше уже будем мучиться а то масло начинает фигачить ну насос работает все хорошо шепчет а заглуши заведи заглуши я честно говоря в это не верю и мне искренне кажется что если мы сейчас нальем туда антифриз это будет катастрофа сухо но он работает этого не должно быть это против логики это против правил это против здравого смысла это вообще против всех законов физики которые существуют на этой планете земля я Тимур Дмитриевич выше по видео знаешь что говорю что мы просто взяли учебник с опромата либо его сожгли либо отнесли в туалет ну все может быть но работает то мягонько не во благо а вопреки ну цепь подвыть он-то звякает конечно не хватает жидкости бабахнем надо бабахнуть жидкости и этот самый сейчас он накачал давление погасло там да что да ну он один что один одно очко дрейкер с ним хотя бы очко это уже подарок потекло да нет не все нормально а что ты делаешь это сливаю с бачка жижу чтобы хороший антифриз залить а да я не думаю что бачок когда-нибудь уже встретится у нас тут проблем побольше вообще бачок лучше поменять конечно на новый на новый это что значит ну то есть этот старый бачок с блевотиной внутри а новый там лед где лед внутри да в бачке да вот это блевотина еще и замерз это лед просто потому что там он ездил на воде чуть-чуть это как бы причинно-следственная связь почему бы башка треснула там а да какие подробности я же скажи вы знакомого года уже тогда можно не на вопрос нахрена вы с диджим купили если ты с незнаком два года я с незнаком относительно косвенно шапошный знакомство косвенно привет пока типа помоги мне пожалуйста там что-то чуть-чуть подделать но не прям пока выключу поехали это вперед да ну вас да я вижу ты ему скажешь как задняя включается а нет задней передачи нет вот она адская колесница короче надо ее выгонять на улице потому что здесь невозможно решили немножко поработать потому что хороший штук всегда наружу вылезет здесь как бы либо она сейчас там братский кулак выплюнет либо приработается что я могу сказать товарищи подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно комментируйте вообще мы сегодня должны были протестировать гайковерт от рантека потому что мы продолжаем сотрудничество с гараж тулкан но что-то ситуация-то не выпала но ничего страшного а вот в нашем телеграм-канале регулярно проходят конкурсы где мы раздаем этот инструмент нашим подписчикам абсолютно бесплатно на секундочку он стоит 30 плюс здесь татилек смотри даже видишь управление сенсорное три скорости причем он запоминает вперед и назад то есть если ты переключил он запомнит на какой скорости он вращался в обратную сторону и даже есть автомат и даже вот эта вот головка подпружинена но в этой серии пока еще не довелось потому что ничего такого закисшего не крутили но штука офигенная в следующих сериях я думаю проблем не будет мы это сделали черт побери не это по скриптам я что-то не верю она зарабатывала что ли да ладно да быть того не может по газой да сильнее обкатка я искренне не знаю может и разработалась вставают ладно хорошо мне начинает нравиться эта игра давай вот до рабочей нагреем топливо есть? топливо есть давление масла? давление масла почти нажми на газ 4 минуты надо датчик температуры подключить он не подключен я уж думал все бобик сдох а бобик а подключен температура подключена но символично на этот ремонт было потрачено ровно 11 тысяч рублей как пешком ну что греть будем? а есть смысл? не знаю я погрел а что терять все равно нечего так температура есть давление я не понимаю почему она заработала я просто не понимаю почему она заработала не во благо а вопреки так надо газики посмотреть ваше предположение в комментарии на этом все так так товарищи подождите не переключайтесь есть важная информация дело в том что вот этот вот гайковерт рантек мы прямо сейчас разыгрываем в нашем телеграм канале переходите по ссылочке в описании все что нужно сделать это быть подписанным на наш телеграм канал победитель определится автоматическим образом в следующий понедельник главное не отписывайтесь правила правила очень простые телеграм канал рантек хороший гайковерт денег стоит маму не горюй халява приди мы целый месяц еще будем этим заниматься до нового года поэтому конкурсов будет много но по этому гайковерту решим в следующий понедельник всем пока удастся